Доброе ранец, Беларусь, Татьяна Матусеевич и Екатерина Антонова помогают вам просыпаться утром 14 сентября. И уже новый день вместе с нами встречает наш коллега Маша Хрусталева. Маша, тебе доброе утро. Привет. Доброе утро. Я, как всегда, собрала все самые острые новости последних дней. Давайте же узнаем, что интересного произошло на этой неделе. На днях в сети был опубликован тизер новой долгожданной русалочки. В новой версии сказки главную роль исполнила актриса Холли Бейли. Стоит сказать, что на протяжении последних двух лет вокруг предстоящей премьеры ходило много споров и критики. Не все поклонники русалочки были довольны выбором актрисы на главную роль. И вот зрители снова активно высказали свое мнение. Всего лишь за два дня тизер фильма набрал рекордное количество дизлайков. Пользователи выяснили, что ролик собрал больше одного миллиона пальцев вниз и всего лишь 319 тысяч лайков. Ну вот, а как вы думаете, девочки, нужно продюсерам и создателям кинокартины на это обращать внимание, когда зрители настолько активно высказывают свою позицию по поводу новой актрисы? Ну вот этот миллион все равно посмотрит, который поставил столько дизлайков. Они ведь все равно придут на премьеру или купят прокаты твоего фильма. Ну будут убеждаться в том, что была выбрана неправильная актриса. Но здесь на самом деле я бы не на этом акцентировала свое внимание, а на картинке, даже в тизере видно, как же красиво, каким сейчас красивым, ярким и многообразным стал подводный мир. Я вот помню в свое детство, когда ты бежал в выходной день для того, чтобы посмотреть, как поет Ариэль, какие у нее там сейчас приключения. Все это было рисовано, и нас тогда это так впечатляло, так вдохновляло. А сейчас, что будет современные дети, вот увидят это. И еще, очень мне вот что нравится, что я могу со своим ребенком поделиться и вместе посмотреть те мультики, которые я смотрела в детстве. Ну это очень приятно. А еще, кстати, возвращаясь к главной героине, я тут покопалась, и есть истоки, что, возможно, Ариэль, та самая, да, из нашего детства, была датчанкой, и по идее она может быть, кстати, и темнокожей. Так что никаких споров, дорогие друзья. Вот, важно сказать, почему многим зрителям это не понравилось, потому что мы все помним Ариэль из мультфильма, и всем кажется, у нее должно быть красные волосы. Голубые глаза. Ну вот, как оказалось, не все зрители готовы к такому новому прочтению русалочки. Что ж, какая удастся, премьера покажет время, ну а я предлагаю переходить к следующей новости. Недавно в сети особую популярность приобрела одна необычная реклама. Для продвижения газированного напитка СММ-специалисты придумали фотоколлекцию, которую пользователи назвали гениальной. Они использовали фоторедактор и соединили фотографии голливудских и советских звезд вместе с напитком, ну а также добавили эффект фотопленки, как будто бы это архивные кадры. На фото мы видим Скарлетт Йоханссон, Анжелину Джоли, Сергея Бодрова, Арнольда Шварценеггера и многих других, ну а также пользователи отметили, что это выглядит как вечеринка, на которой они бы мечтали побывать. И мне хочется отметить, вы посмотрите, как же все-таки меняет образ человека новая для него обстановка. Мне кажется, что Анжелина очень гармонична в таком советском интерьере и наряде. И Скарлетт очень гармонична. К красивым девушкам идет все. Вечеринка 90-х. А вот по поводу актеров сложнее, да, сказать? Что-то их выдает? Слишком какой-то модный костюм спортивный. Настоящий, потому что оригинальный, а должен был быть с рынка. Вот так вот. Что же, идем дальше. Я думаю, многие слышали про громкую премьеру этого года. Художественный фильм «Блондинка», который рассказывает про жизнь Мерлин Монро. На днях в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера картины, где фильмы устроили 14-минутные овации. Роль Мерлин Монро досталась Ане де Арвас. И совсем недавно актриса призналась, что на съемках «Блондинки» девушку преследовал призрак Мерлин Монро. Также на съемочной площадке иногда внезапно падал реквизит. И актриса полагает, что вот именно таким образом Мерлин Монро говорила о том, что ей что-то не нравится. Жутко? Жутко. Нужно было играть так, чтобы Мерлин Монро говорила, что ей все нравится. Продолжай меня копировать. Наверное, самое главное, что во время 14-минутных оваций на видео видно, когда же режиссер немножечко устает от этих оваций на протяжении 14 минут. Там есть видео, снятое немножко с другого ракурса. И о чем бы это говорило? Ну что это такое приятное время, мне кажется. И это успех, однозначно. Пускай наслаждается. Не каждый раз такое случается. Маша, спасибо тебе большое за твои новости, за интересную подборку. Нам есть теперь что обсудить не только в кадре, но и за его пределами. Надеюсь, нашим зрителям теперь точно так же.